Оставить город будням предлагают сотрудники музея Малые Карелы и выходные приглашают поиграть в бирюльки. Впервые там открылась изба-игральня, где можно провести время за старинными играми всей семьёй. Что это за игры? Где и когда встречаемся, узнаем сотрудника музея деревянного зоочества Ольги Знатных. Ольга, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой у вас замечательный наряд. Да, традиционный каргопольский сарафан. Ольга, закончилось уже новогодие в Малых Карелах. Скажите, уже посчитали, сколько человек посетило ваш музей? Да, в этом году погода способствовала нам. Спасибо ей за это большое. За 12 дней музей посетило более 26 тысяч посетителей. Ольга, ну теперь у вас начались другие развлекательные программы. Расскажите о них, потому что, насколько мы знаем, вообще в Карелах проводятся впервые такие программы именно развлекательного характера. Ну, на самом деле, эта программа не новая. Это традиционная для музея программа. Называется «Оставь город буднем». Она проходит уже не первый год по выходным дням, суббота и воскресенье. Но за исключением больших календарных праздников. Вот. Единственное, что мы внесли новшества в эту программу. Традиционно в нее ходят народные игры с посетителями и деревенские забавы на территории, на открытом воздухе. Плюс еще вот как раз то, что заинтересует именно детей, ребятишек и семейную аудиторию. В этом году мы запустили такой проект, как «Изба игральня». Изба игральня, мы ее так назвали, она располагается в доме Пухова. Это старинный дом на территории Каргопольско-Нежского сектора. И включают в себя мастер-классы по традиционным настольным играм. Вы принесли как раз настольные игры. И, насколько я знаю, что они очень-таки необычные. Я думаю, мы таких еще даже не видели. Что это за игры? Ну, на самом деле, начинаем-то мы как раз с игр традиционных, которые раньше в северных деревнях, и не только в северных, они были практически в каждой избе. Вот хотелось бы рассказать. Вот эту игру нам подарила одна очень пожилая дама. И она прямо так и хранилась. Раньше ведь коробочки тоже, чай был дорогой, и вот в дорогих коробочках хранили самые любимые игры. Да. Игра называется «Кости» или «Лодыжки». Кто-то сейчас считает ее азартной игрой, но раньше эта игра могла быть в каждом доме. Косточки – это настоящие кости. Да, это настоящие кости. Кости ягнят или овец. Раньше овцы были в каждом хозяйстве, поэтому косточек было в изобилии. Ну, вот такая игра была очень популярна и среди детей, и среди молодежи, и взрослые мужчины тоже играли в эти игры. А вот в волшебном мешочке что у вас? А в волшебном мешочке у нас самый простой материал, который только можно придумать – это спилы деревьев. Раньше дрова пилили, избу строили, кубики, щепки летели во все стороны. Пожалуйста, дети подбирали эти палочки, щепки, и с удовольствием из них играли. Мы немножко адаптировали эту игру. Мы взяли круглые спилы разных диаметров, и вот эти спилы можно использовать в качестве, не знаю, назовите как хотите, лего, мозаика. Вот такой вот замечательный зайчик. У нас есть такая замечательная дама, мастер из Шенкурска. Она нас научила даже делать сказки. Да, просто увидела один раз и говорит, можно показывать сказки. Вот смотрите, на кого похожа вот эта вот зверушка? На лягушку. Лягушка. Все знают сказку «Лягушка царевна», правда? Вот лягушка. Можно рассказывать, продолжать сказку дальше. Иван царевич нашел лягушку, сжег лягушачью кожу. Превратилась лягушка в девушку. Точно, превратилась. Превратилась в девушку, да. Ну, Иван-то царевич об этом не знал, правда? Пошел на пир один. А лягушонка-то ему сказала, ты не переживай, все будет хорошо, да? Иван царевич ушел во дворец, а лягушонка потом превратилась в красавицу и прикатила вот на такой карете. То есть, возможности безграничные. Можно фантазировать вместе с детьми. Дети очень хорошо принимают эту игру. На самом деле, очень интересно. И, Ольга, еще я вижу у вас коробочка одна. Там наверняка тоже что-то. Да, есть замечательная коробочка. Туисочек. В ней такая очень веселая, на самом деле, достаточно известная игра. Она бытовала у многих народов, в том числе и в России, в разных деревнях и районах. Это называется бирюльки. Бирюльки – это различная деревянная мелочь. Она могла быть совершенно разного формата. И игра эта пользовалась очень большой популярностью. Вот если вы возьмете... Так, это инструмент, да, рабочий? Это специальное приспособление, крючочки. Они тоже могли быть абсолютно разными, но в данной игре они такие. И здесь у меня тоже разные предметы. Сначала перемешивали, переворачивали на стол, чтобы аккуратненько это все кучкой рассыпалось. И задача в этой игре – аккуратно, по очереди, доставать вот эти вот фигурки. Чтобы другие не шелохнулись, я так понимаю. Да, чтобы другие не шелохнулись. Ну вот, примерно, я первая, да. Оп. Это фигурка моя. Я могу, вот, наверное, вот... Это, я так понимаю, шелохнулось, да? То есть я уже пропускаю. Вы пропускаете ход, фигурка уже вам не достается, и я буду следующую. Но я буду хитрее, и я вытащу с краешку. Я тогда тоже буду с краешку. И это все, что касается народного промысла, да? Ну, да. Я смотрю, корыта есть. Эти бирюльки сделаны на заказ. Эта игра, она еще чем интересна, что по этим фигуркам можно изучать предметы быта, которые бытовали в каждом доме. Вот, в частности, прялочка, грабельки вот такие маленькие. Причем не все дети знают, даже если ведро, кружку они определят, что это такое, то, например, вот этот вот предмет даже не каждому взрослому известен. Я, например, не знаю. Я не знаю. Ну, попробуйте предположить. Ну, в таком положении, на вертикальном, на лестнице похоже. В горизонтальном, на забор. Ну, на самом деле, этот предмет показывает старинное орудие женского труда, бердо для ткачества поясов. Нет, не догадалась бы. Мой пояс сплетен на берде. Ольга, я вот еще вижу не менее волшебный такой короб у вас тканный, и там какие-то тканевые квадраты. Это что такое? Ну, это не тканые квадраты, это шитые лоскутные квадраты. Ну, вообще, эту игру придумали замечательные мастера Андрея и Наталья Полежаевы. Хотя, на самом деле, это тоже все идет из глубокой старины. Каждая девочка когда-то в детстве играла лоскутками и тряпочками. А эта игра уже современная, такой прототип паззлов современных, но в народной традиции. То есть эти квадраты, они шиты из лоскутков, здесь продуман рисунок, продуман цвет. И если разбросать, рассыпать эти лоскутки, вернее, вот эти квадратики волшебные, то девочки, они учатся комбинировать. То есть они подбирают их по цвету, выкладывают. И когда они сложат вместе все эти квадраты, их еще надо повертеть, они с хитростью сделаны. То у них получится красивое лоскутное одеяло. Ольга, и всеми этими играми можно поиграть в избе-игральне в Малых Арелах по воскресеньям. Во сколько она будет открыта? Специализированная программа начинается с 12 часов, с 12 часов и до 3. Все смогут принять участие в играх? Все, кто заходит в гости? Ольга, спасибо большое вам за увлекательную игру. За очень интересный рассказ о том, как в старину наши предки проводили свои вечера. До свидания. Спасибо вам и милости просим к нам в музей на выходные. Субтитры сделал DimaTorzok